В феврале президент подписал закон о конфискации имущества за фейки об армии и призыв к действию против безопасности государства. Знаете, что это значит? Покупка квартиры обрастет новыми рисками, а на рынке недвижимости увеличится количество недействительных сделок и потери имущества. Почему так и как это связано с новым законом, расскажу в сегодняшнем видео. С вами Светлана Наумова, эксперт по недвижимости и ипотеке и владелец агентства. Так что же это за закон и как он связан с рынком недвижимости? Итак, государство может конфисковать имущество, в частности недвижимость, у человека, который распространяет фейки. Это может быть призывы к участию в нежелательных организациях, может быть призывы к госизмене. Конфисковывается это имущество в том случае, если человек совершил преступление ради материальной выгоды, это будет доказано. И если это имущество каким-то образом использовалось для совершения преступления, ну, например, все это делалось в этой квартире. Или же человек получил его в награду за свои действия. В законе нет четкого перечня имущества, которые могут конфисковать, и все будет зависеть от каждого конкретного случая. Несложно догадаться, что недвижимость может запросто попасть под этот закон. А теперь представьте, что может делать человек, которого обвинили по этой статье. Конечно, он всеми силами будет пытаться продать такую квартиру. Вот здесь и начинаются риски и проблемы для покупателя. По сути, у собственника есть две схемы. Это выставить недвижимость на продажу, снизить стоимость. Если вы увидели такое объявление, то, конечно, важно выяснить, в чем такая срочность и почему такая низкая цена. Проверьте собственника, не проходит ли он по делу о фейках. Обычно это делают юристы. Наши юристы, когда мы подбираем нашим покупателям квартиру, мы проверяем по всем базам, начиная от банкротства. Смотрим, с какой стороны к нам может прилететь риск. И, конечно, мы своих покупателей с нашими юристами оберегаем от любых подводных камней. И когда мы видим объявление с хорошей скидкой, тут даже и без закона о фейках мы понимаем, что здесь что-то не то. И мы, конечно, естественно, начинаем копать. Обычно там всегда есть какая-то причина. Никто не продает просто так дешевле. Даже на миллион дешевле просто так никто сейчас ничего не продает. Нужно понимать, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Но все равно раз за разом встречаются люди, которые ведутся на поводу и все равно очень любят эту халяву. Считают, что вот они самые умные, нашли такой шикарный лакомый кусочек. Вторая схема, которую может использовать собственник, это оформление притворной сделки. То есть он оформляет сделку, договор купли-продажи, регистрирует его. Но на самом деле он оформляет просто квартиру на другого человека, который потом ее продает. Поэтому здесь тоже нужно проверять историю этой квартиры. И вас должно насторожить, если квартиру только недавно купили и тут же ее продают. Схемы разные, но в обеих ситуациях итог один. Покупку квартиры суд может посчитать недействительной, и у вас ее просто-напросто могут забрать. Самое неприятное, что за это время человек может вложиться в квартиру, сделать в ней ремонт, а вернут вам только стоимость самой квартиры. И, как показывает практика, на всю сумму надеяться сразу не стоит. Очень часто такие выплаты могут возвращаться вам и не один год. Многие люди говорят, зачем мне риэлтор, сейчас все на сайте есть. Там же есть риэлтор. Но люди не понимают, что тот, кто продает квартиру, риэлтор-продавца. Он именно защищает его интересы. И никогда вам не расскажут о подводных камнях, которые есть в квартире и которые есть в документах. Потому что цель – продать квартиру. А ваша цель – купить квартиру юридически чистую. Поэтому с вашей стороны должен быть грамотный риэлтор или у риэлтора есть юрист, который проверяет все документы. Чтобы вы спали спокойно и, купив квартиру, знали, что вы не потеряете свою собственность. В таких случаях особенно не стоит покупать квартиру самостоятельно. Лучше обратиться к риэлтору, у которого есть огромный опыт проведения сделок. Переходите по ссылке в описании. В моей компании мы проводим порядка 100 сделок каждый месяц. Конечно, у нас есть огромная насмотренность и большой профессионализм в плане подбора вариантов, юридического сопровождения сделок. Поэтому оставляйте заявку, и с нами пройдет сделка безопасно. Вы не будете тревожиться, что вы попадете в этот 1% людей, которым вот настолько не повезло. А куда же девается конфискованная квартира? А ее продают с торгов. Как правило, стоит она дешевле, и скидка может быть внушительной. Конечно, это привлекательные предложения. И кажется, ну что может случиться? Я же, по сути, покупаю у государства. Однако и здесь могут быть последствия. Во-первых, не стоит исключать проблемы с бывшими собственниками. Часто встречаются случаи, когда новому собственнику приходится выселять бывших хозяев, которые могут уехать, забрав с собой даже розетки. И выдернуть даже трубы. То есть вам вообще может доходить все до абсурда. Такую сделку могут аннулировать, если торги будут проведены с нарушением, которые указаны в статье 449 УК РФ. Ну и до торгов вы не сможете посмотреть квартиру. То есть это такой, знаете, кот в мешке. А вы бы решились купить квартиру с торгов? Напишите в комментариях. Или, может быть, у ваших знакомых есть такой опыт. А может быть, он оказался благополучным. Поделитесь в комментариях. Вот такой закон у нас вышел. Если вы хотите, чтобы я почаще освещала новые законы, ставьте лайк этому видео. И так я буду понимать, что вам интересна тема новых законов. На самом деле, покупка любой квартиры на вторичном рынке недвижимости связана с определенными рисками. И об этом я также часто рассказываю на своем канале. Поэтому не забудьте подписаться. А с вами была Светлана Наумова. И до встречи в новых видео.